Успеваемость, вовлеченность в научно-исследовательскую и общественную деятельность. Эти аспекты студенческой жизни являются одними из важнейших. Именно на них и ориентировались члены жюри конкурса «Лучшая академическая группа Казанского федерального университета». Прием заявок начался еще в феврале. И вот спустя три месяца итоги наконец подведены. Призеров и победителей номинаций в торжественной обстановке наградили в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации. Это особая атмосфера, потому что этот конкурс, он не индивидуальный, как многие, а именно такой очень коллективный. И, конечно, переживает каждый. На самом деле, если мы возьмем даже положение, в нем написано просто одним словом «участник». Но за этим словом стоит очень большой труд каждого. Это работа каждого студента. Потому что организовать группу и пройти все этапы, я думаю, что это бесценно. Всего в конкурсе было представлено шесть номинаций. Лучшая академическая группа первых курсов, младших курсов и старших. Помимо этого были отмечены лучшие кураторы и старосты. Без этого нельзя. Это должно быть обязательной частью студенческой жизни. И поэтому я очень рада, что целый зал общественников, активистов и так далее. Без этого нет студенческой жизни. А воспитательная работа сейчас особенно важна. И вы это тоже знаете не хуже меня. На протяжении всей студенческой жизни главным проводником и союзником для группы становится ее куратор. В рамках конкурса «Лучшая академическая группа» уже четвертый год подряд помимо основной номинации одному из участников присуждается специальная награда. Специальный приз имени Аркадия Курамшина. С одной стороны это было очень сложно, а с другой стороны это было волнительно и интересно. И честно говоря, меня переполняют эмоции. Сложно найти слова, потому что это действительно серьезное для меня достижение, большая награда. Я хочу поблагодарить, начать сначала со своей группы, которая помогла мне выиграть эту награду. Поблагодарить свой институт из филологии межкультурных коммуникаций, а также наш университет, который предоставил возможность участвовать в этом конкурсе. В этом году конкурс проходил в три этапа. Подача заявок, отбор финалистов и определение победителей. Членами жюри оценивалось портфолио – научные, общественные и спортивные достижения. Помимо этого, обязательным условием участия в конкурсе стало наличие публикаций на официальных ресурсах университета. Вообще, я очень ждала этот конкурс с начала учебного года, но все не было объявлений и афиш каких-то о начале этого конкурса. Потом как-то спонтанно я нашла в ВКонтакте объявление. Тут же началась подавать заявку на группу, на старосту. Исход событий был очень неожиданным. Я вообще не ожидала. Я думала, у меня не будет даже призового места. Получилось так, как получилось. Я очень рада и счастлива всему происходящему. Работа старостой позволяет мне контролировать ситуацию лучше, потому что мне очень нравится, что все зависит от меня, а не от кого-то. И я могу сделать так, как считаю нужным, так, как я вижу это разумнее и логичнее. Потому что, как мне кажется, зачастую этого очень сильно не хватает. В этом году победители конкурса наградили дипломами, памятными подарками и экскурсионно-познавательными поездками в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Мы уже третий год участвуем и сделали для себя какие-то выводы. И правда надеемся, что в этом году результаты нас порадуют. Потому что вот, что касается не места в конкурсе, а именно атмосферы группы, конкурс реально нас сблизил. Мы начали находить какое-то время для себя, для группы и больше времени проводить вместе. И каждый человек нам открылся с другой стороны. Оказывается, у нас в группе есть такие творческие, креативные ребята. И, если честно, мы очень благодарны, что есть такие конкурсы. Участники конкурса отмечают. Самое важное их достижение – то, как за время подготовки группа сплотилась. Поддержание дружеской атмосферы в коллективе – один из важнейших факторов победы. Мы уже с первого курса всегда говорим, что мы самая душевная группа в институте. И, наверное, даже в университете. Поскольку я не знаю другие группы хорошо, но про институт точно могу сказать. И преподаватели тоже об этом всегда нам говорят, что да, мы действительно душевная группа, когда что-то сложное происходит, даже это зачеты экзамена. Мы есть единое целое, мы добьем, победим, все пройдем. Действительно, мы есть лучшая академическая группа для себя, в первую очередь, потому что мы друг друга любим, ценим, уважаем. Это самое главное. Напомним, что конкурс «Лучшая академическая группа Казанского федерального университета» проводится с 2006 года. Это событие стало доброй традицией, объединяющей студентов и педагогов.